Здравствуйте, уважаемые слушатели, слушательницы в основном нашего семейного университета, потому что университет создан наш для женщин. И сегодня будет тема «Кто смелый?» Точнём сексуальность во взрослых. Ну, такая-такая тема. И с вами буду я, психолог, психотерапевт, игропрактик, коуч Наталья Феденко. И мои 25 лет психологической практики для вас. Сейчас в эфире, по вашим запросам и при желании личных встречах. Как будет построен наш сегодняшний эфир? Если я обещала, что качнём сексуальность, значит качнём. Те, кто меня смотрит, знают, что мои эфиры в основном сопровождаются некоторыми техниками, из метода «Символ драмы». И мы обязательно делаем те упражнения, которые как-то нас корректируют. Добрый вечер, Юлия, изнутри. Я приветствую всех присоединившихся. Мы попробуем что-то изменить в вашем отношении к сексуальности, в вашем ощущении этого важного драйва, качнув её из бессознательного. То есть сейчас эфир будет складываться так. Сначала будет часть разговорная, потому что наши эфиры называются «Честный разговор». А затем мы сделаем упражнение. То есть где-то так полчаса на одно, полчаса, ну и так минут 15-20 на другое. По ходу эфира я буду по возможности отвечать на ваши вопросы. И также любые вопросы вы сможете мне задать через директ, на который я отвечу лично потом. Все наши эфиры сохраняются в записи, поэтому если вам сейчас неудобно смотреть, вы можете вернуться к этому в любое удобное время. А для тех, кто намерен делать, найдите для себя уютное местечко, ну где-то так в 19-35, 19-30, где вас никто не будет трогать, никто вам заходить не будет, где вы сможете уделить только себе внимание. ...сексуальности. Сразу скажу, я не сексолог, а психолог. И как психолог я всегда за чувственную сферу. А на самом деле, если мы говорим о сексе, мы говорим о чувствах. Потому уж что точно я не секс-тренер. Но есть достаточно женщин, моих клиентов, которые после наших консультаций гармонизируют сексуальную сферу. А что такое гармонизируют? Это когда все совпадает. Это когда ты чувствуешь, что мне хорошо. Это когда ты чувствуешь драйв. Это когда ты чувствуешь наслаждение. Это и есть гармоничное восприятие любого действа, в том числе и сексуального. Потому что на самом деле, о чем бы мы ни говорили, и даже если мы говорим о сексе, в том числе о сексе, то сказать, какие желания должны быть удовлетворены, вот так прям, оп, оп, там, кроме желания удовольствия очень сложно. Потому что у каждого свои планы на секс, свои мечтания, свои желания, они разные. И вот здесь первый момент. Позволить себе желать. Это уже шаг навстречу своей сексуальности. Безусловно, есть некоторое количество людей, у которых есть проблемы с сексуальностью именно соматического, ну, так сказать, болезненного, телесного характера. Но это не моей, не моя сфера, и тут нужно обращаться к другим специалистам. Потому что на самом деле, все-таки большинство проблем с сексом, с сексуальностью, они лежат именно в сфере психологической. Такой, знаете, эй, привет родителям из нашего детства. Потому что оттуда идут очень-очень многие вещи. А еще так двумя ночками помахать. Привет социуму за некоторые загубленные наши чувства. И вы можете послушать мою лекцию от 19 июня, которая, а, нет, еще более раннюю, посмотреть, которая называется «Как сгубить сексуальность ребенка, руководствуясь благими намерениями». И потому что все закладывается в детстве. И к сексу, на самом деле, как уже к тому, что мы себе можем позволить, как уже к определенному акту взрослых людей, мы подходим с разных стартовых позиций. Кто помнит, была такая программа у нас, «Большие гонки». И там в зависимости от того, как проходили определенные этапы соревновательные, старт к вершине, а в данном случае к вершине сексуального удовольствия, был с разных позиций. И вот в жизни мы тоже к вопросу взрослого занятия секса подходим с разных позиций на старте. И с разными проблемами разного уровня. Что я имею в виду? В первую очередь, я имею в виду сексуальные установки. Потому что достаточно много вещей закладываются социумом, закладываются родителям в виде именно установок. А то, что можно вообще написать как лозунг, который губит сексуальность, это можно написать, что мозг действует против секса. Есть даже такая лекция «Моск против секса». «Моск против секса». социальные установки формируются поколениями. И против них достаточно сложно бороться и сложно им противодействовать. Сейчас одну минуточку я закреплю, прикреплю комментарии с нашей темой. «Моск против секса». есть положительного на самом деле в социальных установках? Ну, потому что мы не можем говорить, что все поколения чуть нам там губили нашу сексуальность. Нет, в этом есть и хорошее. Что хорошего? признание, что секс имеет место быть. Только, знаете, как-то так часто это говорится. Секс имеет место быть. Так тихонько-тихонько говорится это слово. Хотя это и социум признает естественно биологический процесс и поэтому необходимый. приветствую всех присоединившихся. Вот и все признают, что социум это в общем-то половой инстинкт. Что же в минусе? В минусе это то, что во многом он воспринимается и нам вкладывается и культурально и на других уровнях, что секс это исключительно физиология. И если за мужчинами признается право в общем-то желать, то женщина культурально и очень долго простите меня за это, но как есть рассматривалась как в общем-то сосуд для семя сбора спермосбора переработки и производства детей. Увы. есть такая книжка, которую я прочитала достаточно рано и она не очень известная. И вы знаете, нас, когда мы учились на факультете психологии, все, кто учится, знают, что учат читать между строк, слушать между строк, обращать внимание на мелочи. И вот есть такая книжка Виктора Миняйла, которая смешно называется Зори, Звезды и Селедки. И вот там вообще это революция. Ну, две там сюжетные линии. И там написано, описано некто героиня, София, которая пришла к своей дочери Иришке, которую она только отдала замуж, и спрашивает так как бы тайно, а как там у тебя с этими отношениями. И дальше ей говорит, что меня зацепило, вы знаете, я это в себе несу больше 35 лет, вот эту фразу. Она ей сказала, терпи, доченька, терпи, весь женский род терпит. И дальше что пишет Виктор Миняйла, но София боялась признаться, что ей нравится происходящее между ней и новым мужем в постели. Представляете, то есть настолько невозможно было признаться в удовольствие. Слава Богу, мы от этого отошли давно, и тем не менее очень сохраняется позиция, что потребность биологическая, а реализация ее все равно остается социокультурной. Ну, я не буду говорить особо долго об Вейнергере, дай Бог произнести правильно, который вообще сто лет назад еще писал о женщинах как о достаточно низких существах. И эта книжка была при его жизни переиздана по-моему 16 раз, прожила всего 23 года. вот. Вот. И слава Богу, ветер, вектор сменился отношения вот этого социокультурного. Но, тем не менее, как-то тоже ветер дует в такую проблемненькую сторону. потому, что сейчас сексуальность стала наоборот такой, таким, вернее, необходимым атрибутом, что опять же начинает уходить в минус, начинает нас напрягать. потому, что считается сейчас, чтобы быть в тренде, чтобы быть сексуальной, и тут четыре крупные буквы НАДО, НАДО быть сексуальной. Но все, что надо, это некое, знаете, сравнение с экзаменационной ситуацией. Прохожу вообще я это или не прохожу? А какие у вас ассоциации с экзаменом? Можете написать? Как, если вы сдавали экзамен, какие у вас были чувства? И подходит ли это для того расслабления, для того безумства, которое нужно, чтобы получить качественный, нет, не качественный, удовольственный секс. То, что он только качественный, это сразу об оценочке. С экзаменом у нас в основном такая ассоциация тревога, в разрезе секса это имею ли я его вообще сколько и сколько раз. Знаете, сколько раз задают вопросы, как часто нужно заниматься сексом, сколько раз в неделю, как долго. Совершенно вопросы, которые ничего не имеют общего с истинной сексуальностью. Следующее, если мы говорим о сексуальности как сдача экзамена, который нужно сдавать на отличном нашем обществе, это как раз таки страх не сдать. И говоря сексуальным языком, это как будто бы надо мочь и хотеть всегда. Что тоже является вообще дефективным 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 утверждением. Извините. И также на экзаменах есть такой страх вытащить не тот билет, который я не знаю. Это тоже применительно сексу, это сделать что-то не так. А еще бывает, когда плохо типа сдал, сам себя оценил, это скрыть результат. Сравнивать с экзаменом, то нужно сказать и об учебе, потому что сейчас очень много секс-тренеров, есть много секс-тренингов, есть много секс-тренеров и вот есть очень хорошие на самом деле секс-тренинги, но они загоняют в некоторую нас ловушечку. Там составляются очень четкие задания, техники. А вы знаете, когда ко мне приходят некоторые клиенты и говорят скажите, что делать? Я им говорю, а на что вы способны? Вот на секс-тренингах тоже вас могут рассказать, научить, вы даже что-то можете попробовать делать технические, но насколько вы внутренне потом готовы это перенести в свою жизнь. Насколько вы можете это вы со своим партнёром, со своим партнёром, со своим супругом, так как у нас университет семейный. Как вы можете это полученные знания, умения, навыки потом внедрить в реальную жизнь? И здесь мы приходим к тому, что о сексе в семье, давайте скажем, в семье надо говорить. Надо говорить и выказывать, что я хочу, а что я не хочу. То есть, смотрите, когда вы садитесь за стол, или вы что-нибудь готовите, или вы готовите совместный ужин с мужем, вы же говорите, что я хочу, что я не хочу. Когда вы покупаете автомобиль или какую-то одежду, вы же говорите, что я хочу, а что я не хочу мужу. Возможно, вы заказываете подарки своему супругу. А вот о сексе многие что я хочу и самое главное, чего я не хочу говорить как-то остерегаются. Знаете, как будто бы уже и готова, а вот где-то, где-то, где-то застреет. Вообще, в семье нужно говорить во всем. И в нашем семейном университете очень много лекций. И я думаю, завтра будет прекрасная лекция Анны Домченко в 11 часов, где будет говориться о семейном благополучии. И я думаю, что здесь также будет говориться о совместной коммуникации. Потому что партнер ваш, он, конечно, хорошо, если у вас камертончик настроенный и вы чувствуете, что хочет другой. Но а если нет? А если вообще не способны чувствовать? партнеры, не способны чувствовать партнеры могут быть технично, сексуально очень хороши. Посмотрите, эфир мы от 19 июня. И там будет сказано о ранней депривации, об этой ловушечке. И вот там говорится о том, что есть люди, которые не способны чувствовать. То есть ваш партнер может быть не способен чувствовать, что вы хотите. и тогда совершенно нормально это проговорить. Точно так же, если вы чему-то научились на секс-тренингах и хотите донести уже практически к своему партнеру, и вы как-то почему-то не можете это сразу сделать, не получив какого-то кивка, разрешения, проговорите это. Позвольте себе это проговорить. Иначе зачем вы ходили на секс-тренинг. Говорить, что я хочу, это нормально. Но еще важнее уметь говорить, чего я не хочу. То есть не делать то, что вы не хотите. И это опять-таки не только о сексе. Без спекуляций, по-честному. Потому что действительно у вас может болеть голова, а у мужа может быть уставший или наоборот. Поэтому вот эта коммуникация, которая складывается в семье, в частности в разговоре в сексуальной сфере, она очень важна. Она важна в том плане, что у вас могут не совпадать желания. Могут быть разные причины. И лучше это обсудить. Часто это не могут обсудить вдвоем люди. Вот сесть и честно поговорить. А еще лучше в темноте лечь и честно поговорить. Но тогда они приходят к специалисту. И вы знаете, в моем кабинете проговорились такие вещи, что ты удивляешься, почему люди не могли, которые давно живут, проговорить это друг другу, почему они стеснялись. Например, о некоторых физических буквально болях, особенно в определенных позах. Боязнь того, что на меня рассердится, боязнь отвержения. одна семья рассказывала о том, что они жена, нет, там муж был, муж не хотел заниматься сексом, потому что ему друг рассказал, что их ребенок зашел в комнату во время полового акта, и у того все сквасилось и теперь не поднимается. И супруг, боясь повторения опыта друга, он отказывался заниматься сексом, если уж как-то там раз в месяц его родители не забирали к себе детей. А супруга это расценивалось как то, что он ее не хочет. И это чуть не привело семью к разводу. И в комментии психотерапевта, когда они это проговорили, договорились, что, господи, да просто нужно поставить дверь с ключиком, и все изменилось и наладилось. могут быть какие-то моменты отвержения какого-то запаха, какого-то еще другого восприятия, и об этом все нормально говорить. Потому что нормально для человека выбирать, в том числе и в сексе. Что еще как установка в минус идет? что секс губит заранее составленный четкий образ. И если наши фантазии, они у нас правополушарные, они у нас могут в общем-то такую эмоциональность, флер придавать, то вот четкие фантазии сродни четкому плану это то, где мозг против секса. Потому что некоторые насколько четко себе Наталья, здравствуйте, насколько четко составляет образ, какой он должен быть партнер, более того, они четко заранее прописывают, какая поза должна быть, какая постель, какая кровать, кто, где, когда, что, по большому счету, не получают нормальных ощущений, не получают нормальных контактов, потому что ждут, чтобы все совпало. Но в сексе есть момент, о котором нужно думать, нужно думать обязательно. Это когда мы говорим о защите, о безопасном сексе, о презервативах. Конечно, увы, в нашей стране не все так благополучно, как нам кажется, потому что по СПИДу, гепатиту С и так далее мы там уже вырываемся в пятерочку лидеров, к сожалению. Не нужно, конечно, доходить до таких безумств, до которых сейчас дошли в Соединенных Штатах Америки. Я нормально отношусь к стране, собственно, как и к другим странам, но недавно я читала на английском языке, это есть как документ на трех страницах, то есть в США выпустили памятку о занятии сексом во время ковида. Что там написано, несколько выдержек, я не могу себе отказать в удовольствии, что начинать сексуальные отношения нужно с разговора о ковиде и наличии симптомов за последние 14 дней, а лучше справки. Рекомендуют, там много всего, кто напишет в директ, я могу прислать как на английском языке, так и на русском, рекомендуют не практиковать римминг. А если без него обойтись нельзя, использовать кофердамы, то есть силиконовые зубные вкладыши. Дальше там описаны позы, где вы не будете дышать друг на друга, и написано хорошо, если между вами есть непромокаемые занавески. чудесно. Ну, порезвелись, так позаботились, так позаботились. Вот. И далее написано используйте маски. И вот дальше радуюсь. Написано, что маски могут расцениваться как секс-игра. Ура, ура, говорю я как психолог. Потому что везде, где есть игра, есть энергия. Что такое игра? Игра это зачастую спонтанность, это зачастую бесшабашность, это фантазия, это все то, о чем я вам говорю, да, это не о мозге, это об эмоциях. Повторюсь, умение чувствовать удовольствие приходит из детства. Это я говорю на каждом своем эфире. потому что ребенок, он знает слово хочу. И маленькие детки, они вообще еще не разбираются можно, нельзя, хорошо или плохо, они говорят хочу. Вот хочу это основа классного секса. Не что, как, где, с кем, а вот простое хочу. Ну, так как опять-таки привет родителям, нас воспитывают, по мере этого наше хочу начинает загибаться. И часто нас воспитывают так, что наши хотелки любые. Я не буду говорить о каких-то буквально травмах, которые губят детскую сексуальность. Опять вас возвращаю, можете поискать этот эфир в записи в нашем семейном университете, когда наказывали за рассматривание пиписик друг у друга, за детский анонизм и так далее, наказывали так и реагировали так, что на всю жизнь обрубали сексуальность. Но есть и дальше, когда родители, вообще, как бы, не думая о сексе, закладывали во многих критичность по отношению к себе, запрет на удовольствие. И более того, знаете, некоторые живут в любовь де троа на троих, где третий присутствует маму своим образом. Потому что все остальное после желания идет в минус. Ну и после защиты вы помните о безопасности. Что же идет в минус? Какие заморочки губят секс? Ну, в первую очередь, это внешний вид. Рассматривание и пытаться дотягивать себя до определенных не весь написано кем стандартах. Ну, могу сразу приходить в голову, кто написал эти стандарты. Во многом их написали маркетологи. Потому что в эту структуру тогда, какой ты должен быть, очень легко вставить спортзалы, массажи, крема для загара, автозагар, белье определенное, вот, как постельное, так и бюстгальтер, трусы, стринги и все остальное. И если я не соответствую какому-то на самом деле в нас застрявшему образу, это идет в минус моей сексуальности. А на самом деле, как я буду повторять сегодня в эфире много раз, что сексуальность это образование изнутри, а не внешнее. Потому что любят любых. Посмотрите на жену Пита Бронсона. Ну, он-то у нас ого-го какой. Посмотрите на его жену. Наверное, она не дотягивает до стандартов, но они столько вместе, и у них фотографии, такие взгляды друг на друга. Посмотрите на Юка Оно. А еще лучше перечитать сначала книги Куприна Яма. где написано, описано, как пришедший клиент в дом терпимости двухрублевой к Анне Марковне выбирал себе девушек. И там описано, что он выбирал между яркой Женькой горделивой, между Манькой маленькой, Манькой скандалисткой, Манькой беленькой в виде школьницы, как он рассматривал и хотел толстую прыщавую Катьку, как Верка с плотно обтянутыми ляжками привлекала, и как там была девушка с огромным носом, Соня Король, и прекрасными еврейскими глазами. То есть на любой вкус, что показывает, что женщины всякие для всяких мужчин желанные. Маркетологи давно просекли. Если, например, посмотреть, как складывались некоторые ансамбли, некоторые музыкальные коллективы, которые просто заряжались на сексуальность, чтобы их смотрели. Ну, и Виагра, а очень ярко это видно в Иванушке Интернешнл. Рыженький, черненький, и маленький. Выбирай на любой вкус, если мы задуманы, как трио. И вот эта фраза «Нет женщин некрасивых, а бывает маловодки». Она на самом деле, она обычно применяется к мужчинам, но как психолог я вам скажу, что она имеет право быть и в женском понятии. Потому что когда мы выпиваем, мы теряем голову, а в постель нужно ложиться. Именно для того, чтобы потерять голову. Когда мы принимаем алкоголь только в умеренных дозах, и не всегда, у нас падают определенные психологические защиты. и это позволяет нам отказаться от навязанных установок. Это позволяет нам реализовать свои секс-фантазии и те, которые мы научились на тренинге. И это самое главное ведет нас к тому, не только алкоголь или упаси господи, еще что-то другое, что мы можем себе позволить. позволить что хочется, позволить сделать, позволить сказать, позволить почувствовать. А вот точно чего не имеет значения, это цвет трусов, размер груди, длина ног, и этому есть даже измеренное физиологическое объяснение. Нам нейрофизиологи его предоставили, что для женщины нужно всего 15 секунд, чтобы понять, пойдет он с этим мужчиной, она с этим мужчиной или нет. А для мужчины вообще нужно 7 или 8 секунд. И все. Он даже еще до цвета трусов не дошел. Ну, кстати, о трусах. Хотите лайфхак, которыми пользовались мои клиентки и подтверждали, что он работает. попробуйте пойти в социум, пойти особенно на работу без трусов. Только так, чтобы этого не видел никто. Наденьте длинную юбку, желательно, не брюки, наденьте длинное платье, чтобы это не было заметно, чтобы это знали только вы. И посмотрите, что с вами будет происходить и что будет происходить вокруг. Потому что могут быть совершенно другие ощущения. Тоже нейрофизиологи нам рассказывают о том, что женщины стриптизерши, девушки, они во время овуляции получают гораздо больше денежек, больше чаевых. потому что они биологически, природой настроены на получение секса. И их танцы, их позы, их энергетика, она более заряжена. Вообще в дни овуляции на самом деле мы бессознательно надеваем более открытое белье. Но здесь опять я вас призываю, что в дни овуляции самый большой риск забеременеть. И если вы это не планируете, оставляйте частично включенную голову, заряженную на предохранение. Второй минус это возраст. Почему-то кажется, что у каждого причем он свой этот возраст. У меня встречались клиентки, которые и в 33 говорили, что все списано. Мою соседку, которая родила в 36 лет, другая бабушка сказала, боже мой, ты же надо так опозориться-то в таком-то возрасте. Понимаете, то есть в 36 лет уже все. но опять-таки мировой опыт показывает, что женщина эдак после 35 идет вверх. И как мне говорили, что в Булонский лес в Париже, где собираются девушки, как у нас руководство сказало, низкой социальной сознательности или как там осознанности, туда пускают не ранее 40 лет. Потому что вот считается, что к тому времени женщина набирает все для соответствия профессии и чтобы быть в данном профсоюзе. Третий минус, который может срубать сексуальность, идти в минус, это достаточно ли я умелая. Достаточно тут всегда, достаточно для того, чтобы вы получали удовольствие и ваш партнер получал удовольствие. А сколько их можно бесконечно учиться, ну или чмырить себя за то, что ты что-то не умеешь, и тем самым губить свои ощущения. И еще один есть такой момент, который тоже как-то он так летает, но я так подозреваю, что летает во многом на уровне похвастаться о том, что обязательно, обязательно всякий секс должен заканчиваться оргазмом. Честно скажу, желательно и даже хорошо бы, но на самом деле не всегда получается. И не получился один раз, ну и что? На самом деле можно и от поглаживания получить удовольствие, вот, но то, что точно его сгубит, это страх его не получить. А оргазм делом многогранное и зависит очень от многих составляющих, наверное, сегодняшнего эфира не хватит, не дойдем до упражнения. И научиться ему нельзя, но его можно развить, ну то есть как бы развить условия, при которых получение его с большей вероятностью у вас будет. И опять-таки я возвращаюсь к тем же чувствам. Научиться чувствовать, что я хочу, научиться дальше развивать эмпатию, что он хочет, или просто проговорить это желание, потому что секс это не возраст, секс это не место, секс это не тело, секс у нас идет изнутри. Ну, видно, что я вот в футболке, на которой Фрида Калу, мексиканская художница, которая еще буквально девочкой получила очень сильную травму и была прикована к постели. Но это было настолько энергетически и сексуально заряженная женщина, что помимо ее Диего, а если вам будет интересно, посмотрите, это вот такой вот крупный, очень не хочу сказать, ну, сложно проговорить, но тем не менее, я бы сказала, жирный все-таки мужчина, который как бы асексуальный, но у которого была масса романов, у которых были невероятные сексуальные тряски между Фридой Кало и Диего, так у Фрида Кало были романы и с Троцким, и с Маяковским, и еще многие другие. Хотя на самом деле судьба как бы приписала ей постельный режим, поэтому она позволила себя чувствовать, возможно, потому, что она знала, что дни ее сочтены и брала от жизни все удовольствия. то есть прислушаться, понять, что хочу и позволить себе сделать. И вот здесь действительно мой призыв для смелых, потому что почему я назвала только смелые? Потому что хватит разговаривать, переходим к практическим действиям. Это то упражнение, которое я вам обещала. качнем сексуальность сейчас изнутри, достанем ее из бессознательного, потому что мне кажется, я уже заговорилась, а в сексе лучше поменьше говорить и побольше чувствовать. Поэтому переходим к чувствам. И напоминаю сейчас немножечко потяну на точку времени, что я вам предлагаю найти уединенное место в своем доме, в своей квартире, может быть, в своем саду, в своей машине с выключенным двигателем, где вы сможете уделить себе минут 15, чтобы вас никто не трогал. Удобненько сесть, расслабиться и просто идти за моим голосом. Сейчас мы будем делать упражнение техники символа драмы. Сразу предупреждаю, ничего общего с нейролингвистическим программированием или гипнозом это не имеет. Просто доверьтесь мне и идите за моим голосом. Закрывайте глазки, усаживайтесь поудобнее и просто доверьтесь мне. Мы идем в приятнейший поход, поход навстречу собственной сексуальности. Сядьте поудобнее, почувствуйте опору под спиной, доверьтесь этой опоре и расслабьтесь. Почувствуйте, как расслабляется место между лопаток, позвоночник, плечи, верхняя часть рук, локти и руки как бы безвольно провисают до самых кончиков пальцев. Почувствуйте, как расслабляется поясница, бедра, голени, стопы, ноги становятся тяжелые, теплые, ноги тяжелые и теплые, тяжелые и теплые. Прислушайтесь, как вы дышите, дыхание спокойное, ровное, расслаблен живот, грудная клетка, шея, затылок и виски, щеки как бы оплывают, губы мягкие, веки тяжелые. Так, как будто бы вам сейчас хочется немножко вздремнуть, снять накопившееся напряжение и в таком состоянии, как во сне, могут приходить различные образы. И сейчас попробуйте представить, что вы плодовое дерево. Любое плодовое дерево, которое вы когда-либо видели, или которое рисует вам ваше воображение, или любой другой образ. Все, что вы представите, хорошо. Можем работать с любым образом. Итак, вы плодовое дерево. Посмотрите, где расположено это дерево, где оно растет. Может, это целый сад деревьев, а может, оно единственное. Посмотрите, как вокруг вас все ухожено, в каком прекрасном месте вы растете. Вы плодовое дерево. Какое сейчас время года, какая погода, время суток. почувствуйте, как вы от природы наливаетесь соком для того, чтобы росли ваши плоды. Почувствуйте движение влаги от земли через корни, через ствол. Все полезные вещества доходят до ваших веточек, до самого кончика, до каждого листочка и до каждого плода. Почувствуйте, как наливаются ваши плоды, как их ласкает солнце, как их покачивает ветерок. Вы плодовое дерево. Почувствуйте, как много на вас плодов. Возможно, это яблоки, груши, сливы или какие-то другие экзотические деревья, как наливаются плоды, получив все самое лучшее снизу и сверху, как они раскачиваются, как они созревают, как они готовы отдаться на съедение. Вы плодовое дерево и ваши плоды созрели. И сейчас к этому дереву подходит человек, чтобы сорвать плод, сорвать первый плод, только что созревший, наполненный. Кто этот человек? Присмотритесь к нему. Какой он? Присмотритесь, как он выбирает плоды, в каком восторге он, когда смотрит на это плодовое дерево, когда он смотрит на плоды и протягивает руку. ощутите прикосновение и ощутите, как он срывает фрукты. Вы производили эти плоды, вы как плодовое дерево, для того, чтобы их отдать, для того, чтобы их вкусили друг другие. Почувствуйте, как человек откусывает этот плод. Почувствуйте хруст. Заметьте капельку сока, который стекает по его губам, вы сочный плод, вы произвели сочные плоды. Попробуйте почувствовать запах этого плода, его вкус, он настолько сбалансирован в миру кислый, в миру сладкий, как раз то, что нужно человеку, который сорвал этот плод. Зафиксируйте удовольствие на лице того, кто его вкушает. почувствуйте свое удовольствие за то, что вы произвели такой плод, за то, что вы дали его человеку. И это наслаждение, оно взаимное, потому что вы производили эти плоды, чтобы они, созрев, были отданы другим, чтобы вы получали удовольствие от того, что происходит. И другой вкушающий тоже чувствовал наслаждение. И так со временем плод за плодом будут сорваны для того, чтобы потом вы произвели другие плоды, чтобы их вкушали. Почувствуйте это свое удовольствие, почувствуйте, как природа и дальше ласкает вас, как через корни вы получаете все, что нужно от земли. А с солнышком вы начинаете созревать, как раскачивает вас ветерок. Посмотрите, какое сейчас время года, такая погода. Настолько еще много на вас плодов. Ощутите их тяжесть, ощутите их сочность, рассмотрите их яркий цвет и побудьте в образе столько, сколько вам нужно, чтобы зафиксировать эти чувства, эти приятные ощущения. а когда насытитесь, поблагодарите образ, что он был с вами, попрощайтесь с ним любым удобным для вас способом и когда будете готовы, возвращайтесь ко мне в эфир, открыв глаза, но в свое время, когда насладитесь чувствами. кто вернулся, дайте мне знать любым удобным способом, поставьте плюсики, а может быть с эмоджи достаньте и поставьте, нарисуйте яблочко или другой плод, мне будет очень приятно, я пойму, что вы вернулись ко мне. и мы начинаем потихоньку завершать наш эфир. Как вам представление? Спасибо. Все, кто будут смотреть его в записи, вы можете его выполнять, все, кто посмотрел сейчас и сделал его, вы сможете к нему возвращаться всегда, когда вы будете ощущать в этом потребность. Это действительно очень сильное энергетическое сексуально заряженное упражнение, потому что в основе секса лежат чувства, а мозг и различные социальные предписания губят секс. Запомните. И в конце я хочу сказать, что все наши эфиры доступны в записи. У нас прекрасные в нашем семейном университете спикеры. Завтра будет в 11.00 эфир нашего основателя университета Анны Домченко, где она расскажет, как обрести семейное благополучие, изложит свой взгляд. Я приглашаю на наши эфиры, которые можете пересмотреть в любой удобный для вас момент. Я приглашаю вас к удовольствиям, в том числе прекрасному удовольствию, которое нам дала сама природа. Да-да, я говорю о сексе. А почему эфир сегодня для смелых? потому что на самом деле как будто бы только безумец может пуститься в отвязное путешествие. Но именно это контролируемое возможно сколько-то, потому что я не перестану говорить о определенных средствах защиты себя, но тот, кто способен ринуться в это путешествие, тот-то способен потерять голову, тот останется вознагражденным. Занимайтесь сексом, любите секс. Это прекрасно, прекрасное чувство. Я психолог, психотерапевт Наталья Феденко. Сегодня прощаюсь с вами. На любые вопросы я отвечу, если вы на них пришлете в директ или любым другим способом, где меня найдете по хэштегу психолог Феденко или Наталья Феденко. Всего доброго удовольствия. Феденко 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 Феденко